МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. О новостях Волгограда и области. И строят, и судятся. Генподрядчик возведения мостов через Волгу и Ахтубу взыскивает с Волгоградской области крупные суммы. Домой с девятым ребенком в Волгоградском перинатальном центре устроили торжественную выписку для многодетной мамы. Избавление от погибших кораблей, заставить владельцев очистить акваторию Волги и береговую полосу пытаются через суды. Избежали беды. Задымление на нескольких этажах высотки в центре Волгограда стало причиной массовой эвакуации взрослых и детей. 70 человек были эвакуированы сегодня из 16-этажного дома на улице Ткачева в центре Волгограда. После того, как на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении на лестничных площадках 5, 6 и 7 этажей, спасатели помогли людям покинуть дом. А тех, кто не мог выйти самостоятельно из-за дыма, в том числе грудного ребенка, эвакуировали по автолестнице. Выяснилось, что причиной пожароопасной ситуации стало короткое замыкание в электрощите. В результате никто не пострадал, задымление ликвидировали, и жители смогли вернуться в свои квартиры. Избавление акватории Волги и береговой полосы от затонувших и полузатонувших объектов стало предметом нескольких судебных исков Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Зачастую собственники плавсредств нарушают требования законодательства и не спешат поднимать затонувшие теплоходы, баржи и плавучие бани из воды. На территории Волгоградской области проблема стоит не так остро, как в целом по Волжскому бассейну, тем не менее, ЧП случаются. У нас порядка 28 официально зарегистрированных и затонувших судов, но при этом, с учетом того, что у нас активная навигация, ежегодно порядка двух-трех судов у нас по различным причинам находятся либо в полузатопливом состоянии, в результате аварийной ситуации, либо по другим причинам. И прокурорам, предохранам только за 2016, текущий период 2017 года, в суды направлено пять исковых заявлений о поднятии затонувших плавсредств. Затонувшие суда – лишь одна из многих проблем, несущих опасность для Волжской воды. Стоки промышленных предприятий, мусорные свалки, сброс нефтепродуктов – сегодняшняя реальность, среди которой уже долго течет река Волга. Потребно на эту тему в итоговой информационной программе «Взгляд с высоты» в воскресенье. Крупный иск проиграл в суде первой инстанции и Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Ведомство должно выплатить генеральному подрядчику строительства пусковых комплексов через Волгу и Ахтубу ПАО «Волгомост» сумму в размере почти 138 миллионов рублей. В материалах суда поясняется, что исковые требования ПАО «Волгомост» мотивированы тем, что при оплате выполненных работ не учитывались индексы по перерасчету цен прошлых годов, когда с бюджетным финансированием были проблемы и сроки строительства моста переносились. Однако суд встал на сторону строителей и постановил доплатить недоплаченные миллионы. Это решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. В отличие от другого – решения Верховного суда окончательного, согласно которому региональный комитет финансов обязан выплатить ПАО «Волгомост» более 46 миллионов рублей задолженности. Параллельно с судебными тяжбами компания «Волгомост» сейчас пытается достроить мост через реку Ахтуба. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года, но сроки сдвинулись до 2018. С девятым ребенком сегодня выписалась из Волгоградского областного клинического перенатального центра номер 2 жительница Нехаевского района Елена Мещерякова. Новорожденную девочку и ее маму встречали два – представителя большой семьи, счастливый отец и один из старших братьев. Теперь у Ивана и Елены Мещеряковых семь сыновей и две дочки. Безусловно, даже для нас эта ситуация не каждодневная. В настоящий момент в перенатальном центре на сегодняшний день прошло 2600 родов. И, конечно, с ростом многодетных семей, а их действительно становится все больше, то семей, которые рожают девятого-десятого ребенка, все-таки пока это редкость. Хотя и не появляются. Что, мне кажется, примечательно в этой ситуации? Посмотрите, женщина из самого дальнего района Волгоградской области, Нехаевского. Вот та современная система маршрутизации, которая позволяет женщинам высокой группы риска, а девятые роды – это всегда риск, вовремя вывести из отдаленного района, госпитализировать в перенатальный центр и сделать все, чтобы роды прошли с минимальным риском для матери и плода. Что касается дальнейшей жизни многодетной семьи из Нехаевского района, то Елена и Иван Мещеряковы уверены, что справятся, потому что привыкли много работать и помогать друг другу. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова